Добро пожаловать в мир Warhammer 40 000 — самой популярной настольной тактической игры в мире. Её действие разворачивается во мраке далёкого будущего, а сама игра посвящена эпическим сражениям между армиями героев, злодеев и неимоверных чудовищ. Игроки коллекционируют, собирают и красят модели, создают армии и проводят захватывающие и стратегические игры, используя тактики, умения и талику удачи в борьбе за победу. Чтобы провести игру, вам понадобятся модели, рулетка, кубики и место для игры. И, конечно, друг, с которым вы разделите всё веселье. В этой серии видео мы обучим вас основам игры в Warhammer 40 000. Мы расскажем, как собрать армию, стрелять во врагов, нападать на неприятеля и сражаться в рукопашной. А когда мы закончим, вы будете готовы начать своё собственное завоевание галактики и сможете принять участие в своих первых играх. Приступим! Основы игры Если вы никогда не играли в Warhammer 40 000, то для начала вам нужно запомнить несколько вещей. Сейчас мы кратко расскажем вам об основах игры — миссии. Для игры в Warhammer 40 000 вам нужно знать, как победить. В правилах миссии сказано, как собрать армию, создать своё поле боя и расставить войска. В них также приведены специальные правила и прочая информация, необходимая во время игры. Например, это может быть дерзкий ночной налёт или героический последний бой. Армии В игре в Warhammer 40 000 каждый игрок командует армией, составленной из моделей Ситаделл. У каждого отряда вашей армии есть число, показывающее, насколько она сильна или редка. Эти числа используются для создания честной игры, захватывающей битвы разумов и умений. Выбранная вами миссия описывает, как велика может быть ваша армия. Также вам следует знать о боевых единицах. Армия состоит из разных боевых единиц. В игре в Warhammer 40 000 любая модель является частью боевой единицы. В качестве боевой единицы может выступать отряд солдат, танк, монстр или даже могучий герой. Если боевая единица состоит из нескольких моделей, то все модели боевой единицы двигаются и сражаются вместе. Следите за тем, чтобы каждая модель в боевой единице всё время находилась в пределах два от другой модели этой же боевой единицы. Это называется боевым построением. Больше о боевых единицах мы расскажем далее в этом игровом руководстве. Но сейчас запомните две важные вещи. Первое. Все боевые единицы вашей армии считаются дружественными. Второе. Все боевые единицы армии противника считаются вражескими. Инфолисты. У всех боевых единиц в Warhammer 40 000 есть свой инфолист. В нём собрана вся информация, необходимая для игры данными моделями. Инфолист содержит всё, что вам нужно знать о боевой единице, начиная от скорости её движения и заканчивая храбростью и силой её оружия. Во время просмотра этих видео и обучения игры в Warhammer 40 000 мы детально объясним, как читать инфолисты и что означает их содержимое. Пока мы будем рассказывать о движении, стрельбе и рукопашном сражении и вашими боевыми единицами, мы будем обращаться к инфолистам за дополнительной информацией. Поля боя. У каждого сражения есть место, и в Warhammer 40 000 это место называется полем боя. Логично, не так ли? Поле боя будет в общих чертах описано в выбранной вами миссии, но между ними есть кое-что общее. Поля боя имеют прямоугольную форму, и для них подходит большинство столов. Чтобы добавить тактической глубины и укрытий для ваших моделей, вам понадобятся элементы ландшафта. В этих видео мы рассмотрим только основные правила ландшафта, но по мере становления опытным генералом вы можете изучить их полные правила, чтобы улучшить свою стратегию. Измерения. Измерения нужны для того, чтобы определить, насколько далеко модели могут двигаться по полю боя — может ли их оружие стрелять по врагу, а также во многих других ситуациях. Все расстояния в игре измеряются в дюймах. Мы рекомендуем использовать линейку или рулетку. Если вам нужно узнать расстояние между двумя моделями, а во время стрельбы это придётся делать довольно часто, то всегда проводите измерения между двумя ближайшими точками их подставок. Кубики. Даже космодесантники иногда промахиваются по цели. В Вархаммер 40 тысяч вам понадобится бросать кубики, чтобы узнать, попал ли выстрел по цели, насколько разрушителен взрыв, или могут ли ваши воины не пасть духом перед лицом опасности. В Вархаммер 40 тысяч используются обычные шестигранные кубики, также называемые «Ди-6». Вам понадобится несколько кубиков. Позаботьтесь о них заранее. Иногда вам нужно будет сложить результаты нескольких бросков. Если правила требуют, например, сложить вместе результаты двух бросков, то это будет записано как «Два Ди-6». Иногда вам нужно бросить «Ди-3». В таких случаях бросьте «Ди-6» и разделите результат пополам, округлив его вверх. Последовательность ходов. Все игры в Вархаммер 40 тысяч состоят из серии раундов боя, в которых оба игрока по очереди управляют своими армией. О раундах боя мы расскажем в следующем видео. Последовательность ходов. Игра в Вархаммер 40 тысяч состоит из серии раундов боя. В одном раунде оба игрока ходят по очереди. Ход каждого игрока разделён на семь фаз, о каждой из которых мы расскажем в отдельном видео. В правилах миссии будет сказано, кто из игроков ходит первым в каждом раунде боя. Когда этот игрок завершит все свои действия, то он останет ход другого игрока. Список фаз. 1. Командная фаза, в которой оба игрока пополняют стратегические ресурсы и используют тактические способности. 2. Фаза движения, в которой ваши войска перемещаются по полю боя. 3. Пси-фаза, в которой ваши псайкеры задействуют мощные ментальные способности. 4. Фаза стрельбы, в которой ваши войска стреляют по врагу из своего разрушительного оружия. 5. Фаза нападения, в которой ваши войска сближаются с врагом. 6. Фаза схватки, в которой войска обоих игроков ввязываются в ближний бой и дерутся в рукопашный. 7. Фаза проверки боевого духа, в которой оба игрока проверяют храбрость выживших. После того, как один игрок завершит все фазы своего хода, начнется ход его противника. Когда оба игрока завершат свои ходы, раунд боя окончится и начнется следующий. Так будет продолжаться до конца миссии, когда будет выявлен победитель. 7. Фаза Командная фаза — это первая фаза хода каждого игрока. Во время неё командиры вашей армии готовятся к предстоящему сражению. Командная фаза не играет большой роли при изучении базовых правил, но всё же кое-что следует запомнить. Во-первых, если у вас батальная армия, то в начале каждой фазы ваша армия получает командное очко. Если хотите, то вы можете найти больше информации о батальных армиях и командных очках в книге правил, но в первых играх они вам не понадобятся. Во-вторых, некоторые правила должны быть разыграны именно в этой фазе. На этом командная фаза оканчивается. Когда вы станете опытным игроком и узнаете больше о специальных правилах вашей армии и моделей, то командная фаза станет для вас важнее. Но сейчас давайте перейдём к фазе движения. Фаза движения В фазе движения вы перемещаете свои боевые единицы по полю боя, занимая выгодные позиции, готовя засады и захватывая важные точки. Фаза движения делится на два шага. Один — движение боевых единиц, два — вызов подкреплений. Сначала выберите двигающуюся боевую единицу вашей армии. Она может совершить обычное перемещение, марш-бросок или остаться на месте. Когда боевая единица совершает обычное перемещение, каждая её модель может пройти расстояние в дюймах, не превышающее показателя её движения. Его можно найти в инфолисте боевой единицы. Если боевая единица совершает марш-бросок, бросьте D6. До конца этой фазы показатель движения боевой единицы увеличивается на результат броска. Как вы заметили, марш-бросок позволяет моделям проходить большее расстояние. Но у всего есть цена. После марш-броска боевые единицы не могут стрелять или нападать, как обычно, до конца хода. Вы не обязаны двигать все боевые единицы. Если вы захотите, то любые из них могут остаться на месте. Например, если они уже занимают хорошую позицию. При движении боевых единиц вам нужно помнить о нескольких важных вещах. Во-первых, боевое построение. Все модели боевой единицы должны завершить движение, будучи в пределах двух дюймов от одной другой модели этой же боевой единицы. Или же двух других моделей, если в боевой единице шесть моделей или больше. Во-вторых, зона соприкосновения. Так отображается зона, в которой модели представляют угрозу для противников. При обычном перемещении или марш-броске модели не могут проходить в пределах одного дюйма от врагов. Это называется зоной соприкосновения. В-третьих, обычно модели не могут проходить сквозь другие модели. И в-четвертых, большинство моделей не могут выйти за пределы поля боя. После передвижения всех моделей боевой единицы выберите следующую вашу двигающуюся боевую единицу и так до тех пор, пока не передвините все боевые единицы, которые хотите. Стоит отметить, что при выборе двигающейся боевой единицы вы можете сделать еще одну вещь. Вы можете отступить боевой единицей для того, чтобы выйти из ближнего боя. После этого на нее будут действовать те же ограничения, что и после марша-броска. Правила некоторых боевых единиц позволяют им начинать сражение в качестве подкреплений. В начале игры они могут находиться вне поля боя. Если у вас есть боевая единица с таким правилом, вы можете ввести ее в игру в фазе схватки, но после того, как передвинутся все ваши находящиеся на поле боя боевые единицы. То, как именно подкрепления вступают в игру, описано в их инфолисте. Подкрепления всегда считаются двигавшимися в том ходе, в котором вышли на поле боя, и их нельзя передвинуть еще раз. После движения всех ваших боевых единиц и призыва подкреплений ваша фаза движения оканчивается и наступает время ПСИ-фазы. ПСИ-фаза В мире Вархаммер-40 тысяч существуют индивидуумы, способные обуздать силу варпа. Эти редкие и опасные личности называются ПСАЙКЕРами. В вашей ПСИ-фазе ваши ПСАЙКЕРы могут попытаться проявить психосилы. Выберите одну боевую единицу ПСАЙКЕРа. В его инфолисте указано, какие психосилы он знает и сколько из них он может попытаться проявить в каждой ПСИ-фазе. Все ПСАЙКЕРы знают психосилу разрывающий разряд, но многим из них известны и другие. Вы можете использовать сколько угодно психосил, если это позволяет инфолист ПСАЙКЕРа, но при желании можно не использовать их вовсе. У каждой психосилы есть цена в варп-зарядах. Чем больше это значение, тем сложнее проявить психосилу. Цена разрывающего разряда 5 варп-зарядов. После выбора ПСАЙКЕРа и психосилы пройдите ПСИ-тест для проявления психосилы. Для этого бросьте 2D6. Помните, чтобы бросить 2D6, вам нужно кинуть 2 кубика и сложить выпавшие значения. Вы получите результат от 2 до 12. Сравните результат с ценой психосил в варп-зарядах. Если результат броска больше или равен цене в варп-зарядах, то ПСИ-тест пройден. Отыграйте результат психосилы так, как указано в правилах. Если тест провален, то ничего не происходит. Стоит отметить, что есть и третий вариант развития событий опасности варпа. Украшение бурлящих энергий варпа для использования психосил невероятно опасно и даже смертельно. Сейчас мы пропустим это правило. Вам стоит изучить его после нескольких сыгранных матчей. В вашей ПСИ-фазе вражеские псайкеры могут попытаться помешать вам проявить психосилы. Если в пределах 24 дюймов от выбранного вами псайкера есть вражеский псайкер, он может попытаться пройти тест на отрицание ведьмовства, бросив 2D6. Если результат броска превосходит результат вашего пситеста, то психосила нейтрализуется и не оказывает никакого воздействия. Каждую психосилу можно попытаться заблокировать только один раз, а каждый псайкер может попытаться блокировать только одну психосилу за ход. После того, как вы отыграете все психосилы одной боевой единицы, вы можете повторить все эти действия и так до тех пор, пока не сыграете всеми своими псайкерами. Затем начинается фаза стрельбы. Фаза стрельбы В фазе стрельбы ваша армия открывает ураганный огонь по врагу. Во время нее все боевые единицы начинают стрелять из своих автоматов, пушек, пусковых установок и других видов оружия. В начале фазы стрельбы выберите одну из ваших боевых единиц с дистанционным оружием. Помните, в фазе стрельбы вы не можете выбрать боевую единицу, совершающую марш-бросок. В инфолисте вы можете узнать, какое оружие есть у боевой единицы и какая у него дальность стрельбы. Для стрельбы по врагу вашей боевой единице нужно видеть цель и быть в пределах дальности стрельбы. Чтобы узнать, видна ли цель, посмотрите на нее из-за боевой единицы. Если цель видна, проверьте дальность стрельбы, измерив длину прямой линии между вашей боевой единицей и целью. Если расстояние равно или меньше то вы можете стрелять. Если же нет, то проверьте, можно ли стрелять по другой цели. Некоторые боевые единицы оснащены более чем одним оружием. Они могут стрелять из всего своего оружия по одной цели или же стрелять из разного оружия по разным целям на ваш выбор. Не беспокойтесь, если расстояние слишком велико для части оружия, остальное оружие все еще может стрелять по цели. После выбора цели и оружия настало время узнать, сможет ли оно нанести урон. Это называется совершением атак. 1. Бросок на попадание. Когда модель совершает атаку, сделайте один бросок на попадание, кинув D6 и сравнив результат с навыком стрельбы стреляющего. В инфолисте он обозначается как BS. Как вы видите, навык стрельбы некрона Воина равен 3+. Это значит, что успешен любой результат броска на попадание, равный или больше трех. Перейдите к следующему шагу. Шестерка всегда означает успешное попадание. Если результат неудачен, то выстрел промахивается, а атака заканчивается. 2. Бросок на ранение. Всякий раз, когда атака попадает по цели, нужно совершить бросок на ранение. Киньте D6 и сравните результат с данной таблицей бросков на попадание. Для использования этой таблицы вам нужно знать силу стреляющего оружия и стойкость цели. Чтобы узнать, какой результат броска вам нужен, сравните их, используя эту таблицу. Шестерка при броске на ранение — всегда успех. Сравнив силу некронского гаусс-свежевателя и стойкость космодесантника, мы видим, что для ранения игроку за некронов нужно выкинуть 4 или больше. Если результат броска на ранение успешен, перейдите к следующему шагу. В противном случае выстрел не оказывает действия, и атака заканчивается. 3. Распределение атаки. Если атака ранит цель, то контролирующий её игрок выбирает одну модель в боевой единице, ставшей целью. На следующем шаге эта модель должна совершить спас-бросок. Если в целевой боевой единице уже есть модель, которая до этого уже потеряла часть ран даже в этой фазе, то нужно выбрать её. 4. Спас-бросок. Игрок, командующий целью стрельбы, совершает спас-бросок, бросив D6. Сравните результат броска с показателем спас-броска цели, указанным в её инфолисте. 4. Некоторое оружие столь сильно, что способно легко пробить броню. Это отображается модификатором пробития брони, или AP. 5. AP гаусс-свежевателя равен минус один. Так что при попадании из него вычтите один из результата спас-броска. Как вы уже видели, этот некрон-воин попал из гаусс-свежевателя и ранил заступника-штурмовика космодесанта. Результат броска игрока за космодесант — 3. Обычно это означает успех. Но из-за AP вам нужно вычесть единицу из результата броска, и теперь он равен 2. Этот результат спас-броска неудачен. Если результат спас-броска успешен, то броня цели защитила её, и последовательность атаки заканчивается. Если же спас-бросок неудачен, перейдите к шагу 5. 5. Нанесение урона. Теперь игрок, контролирующий цель, наносит урон от выстрела. Модель, выбранная на шаге 3, теряет одну рану за каждую единицу показателя урона, указанную в профиле стрелявшего оружия. Если у модели остаётся ноль или меньше ран, она уничтожается. Удалите её с поля боя. Если модель теряет несколько ран от атаки и уничтожается, то весь оставшийся урон от этой атаки исчезает и не оказывает никакого воздействия. Урон гаусс-свежевателя Некрона Воина равен одному, а у заступника штурмовика есть две раны. Это значит, что он остаётся в живых. Запомните, что у этого космодесантника осталась одна рана. Если хотите, то можете отметить его, положив рядом с ним фишку или кубик единичкой вверх. После этого атака завершается, а вы можете сделать следующую атаку боевой единицы и так, пока не атакуют все её модели. Затем выберите следующую боевую единицу и повторите эти же действия до тех пор, пока не атакуете всеми вашими боевыми единицами, какими захотите. Совершение нескольких атак за раз. Когда вы станете более опытным игроком, а ваша армия увеличится, то вам захочется ускорить игру, совершая несколько атак за раз. Сделать это очень просто. На первом шаге последовательности атаки посчитайте, сколько у вас одинаковых моделей с одинаковым оружием, и совершайте их атаки вместе. Сделайте так же и с бросками на ранения. Затем ваш противник должен распределять успешные ранения по одному за раз, совершая спасброски и нанося урон, как было сказано ранее. Это сделает игру быстрее и равномернее. Специальные правила. Некоторые виды брони и силовых щитов столь эффективны, что их спасбросок нельзя модифицировать или отменить. Это называется непробиваемым спасброском. И наоборот. Некоторые атаки столь сильны, что могут полностью отменить действия всех, даже непробиваемых спасбросков. Такие атаки наносят смертельные ранения. Но даже в таких случаях в галактике находятся воины, способные не замечать получаемых ранений. Классы дистанционного оружия. Конечно же, в большой и жестокой галактике можно найти самые разные виды оружия. От установок, извергающих длинные языки пламени или струи яда, и до пушек, стреляющих гигантскими снарядами через всё поле боя. В игре у многих единиц оружия есть свои специальные правила. Их, а также профили оружия, можно найти в инфолистах боевых единиц. Интересной частью Warhammer 40 000 является поиск оптимальных способов применения оружия. По мере становления более опытным игроком, вы захотите узнать больше об этих правилах и о том, как они влияют на ход игры. Сейчас же давайте перейдём к фазе нападения. Фаза нападения Не все воины мира Warhammer 40 000 стремятся уничтожать врагов с безопасного расстояния. Часть из них предпочтёт ринуться в наступление и сойтись с неприятелем лицом к лицу. В фазе схватки наступает черёд вести своих бойцов в атаку. В начале фазы нападения выберите в своей армии, способную нападать боевую единицу, которой вы хотите напасть. Боевая единица может нападать, если находится в пределах 12 дюймов от врага. Не могут нападать боевые единицы, совершавшие марш-бросок или находящиеся в зоне соприкосновения с врагом. После выбора, способной нападать боевой единице, вы должны наметить цель нападения — вражескую боевую единицу в пределах 12 от неё. Сделайте бросок на нападение, кинув 2D6. Такое расстояние в дюймах смогут пройти модели вашей боевой единицы во время нападения. Для совершения нападения результата броска должно быть достаточно для того, чтобы боевая единица оказалась в пределах зоны соприкосновения цели, сохранив боевое построение. Ваши нападающие модели не могут проходить в пределах зоны соприкосновения вражеских боевых единиц, не являющихся целью нападения. Если ваша боевая единица может выполнить эти условия, то нападение успешно, и вы можете передвинуть свои модели в ближний бой с целью. Если же нет, то нападение неудачно, а модели нападающей боевой единицы не могут двигаться в этой фазе. Героическое вступление в бой. Стоит помнить о ещё одном действии, которое можно совершить в фазе нападения — о героическом вступлении в бой. В ходе него герой, находящийся неподалёку, вступает в схватку, дабы помочь союзникам. Вы можете совершить героическое вступление в бой после всех нападений противника. Для этого выберите любых героев, находящихся в пределах трёх дюймов от врага, но в зоне соприкосновения которых нет вражеских боевых единиц. Они могут пройти до трёх дюймов к ближайшей вражеской модели и вступить с ней в схватку. Нападение на несколько вражеских боевых единиц. Иногда будет разумнее напасть сразу на нескольких врагов. Например, если ваши солдаты превосходят их числом или же настолько хорошо сражаются, что численность не имеет значения. Как бы то ни было, для этого достаточно указать в качестве целей нападения все желаемые боевые единицы. Будьте осторожны. Для успешного нападения результата броска на нападение должно быть достаточно, чтобы ваши модели оказались в зоне соприкосновения со всеми целями, сохранив при этом боевое построение. Чтобы решиться на такое, нужны смелость, упорство, безумие. После нападений наступает черёд рукопашной схватки. Фаза схватки Ваши воины уже вклинились во вражеские ряды с оружием на голо. Пришла пора закончить начатое. В фазе схватки происходят атаки всех боевых единиц, находящихся в пределах зоны соприкосновения с врагом. Нападавшие в этом ходе боевые единицы сражаются первыми. После совершения атак нападавших боевых единиц, игроки по очереди выбирают боевые единицы, которые могут сражаться, начиная с игрока, которому не принадлежит текущий ход. Если у обоих игроков нет способных сражаться боевых единиц, то фаза схватки оканчивается. Обычно такое происходит в первых ходах игры в Вархаммер 40000. На самом деле, чаще всего вы можете пропустить фазу схватки в первом ходе. Однако стоит помнить, что если у одного из игроков закончились сражающиеся боевые единицы, то его противник всё ещё может сражаться своими оставшимися боевыми единицами по одной за раз. Когда вы выберете боевую единицу, которая будет сражаться, то должны пройти три этапа. Один — ввязывание в бой. Первое, что должна сделать боевая единица, которая будет сражаться, — это ввязаться в бой. Если вы хотите ввязаться в бой, то каждая модель боевой единицы может пройти до трёх дюймов, но должна окончить это движение, будучи ближе к ближайшей вражеской модели. Модель, которая уже касается вражеской модели, двигаться не может. Помните, что при любом движении боевая единица должна сохранять боевое построение. Два. Совершение атак ближнего боя. Чтобы атаковать в ближнем бою, посчитайте, сколько моделей могут сражаться и сколько атак они могут совершить. Сражаться могут модели, находящиеся во вражеской зоне поражения или же в пределах половины дюйма от другой модели своей боевой единицы, которая находится во вражеской зоне поражения. Когда модель сражается, она может совершить некоторое количество атак ближнего боя, равное показателю атак в её инфолисте. Как вы видите, некрон-воин совершает одну атаку. Теперь вы знаете, кто может сражаться и сколько атак он может сделать. Теперь нужно выбрать их цели. Если атакующая боевая единица напала, то её модели могут атаковать только боевую единицу, служившую целью нападения. В противном случае они могут атаковать боевые единицы в пределах зоны поражения. Боевая единица атакует в ближнем бою, используя какое-либо рукопашное оружие. Его список приведён в инфолисте боевой единицы. Если у боевой единицы нет рукопашного оружия, не волнуйтесь. В таком случае она использует профиль оружия ближнего боя. Теперь вы знаете, кто может атаковать и сколько атак, и каким оружием он может совершить. Отыграть атаки ближнего боя можно, используя те же пять шагов, что и в фазе стрельбы. Это бросок на попадание, бросок на ранение, распределение атак, спас-бросок и нанесение урона. Отличие в том, что при броске на попадание вы используете не навык стрельбы, а навык ближнего боя модели, также называемый WS. Три. Объединение. Последним, что боевая единица может сделать после всех своих атак, является объединение. Вы можете передвинуть каждую модель боевой единицы на расстояние до трёх дюймов. Это манёвр объединения. Так же, как при ввязывании в бой, каждая модель должна окончить манёвр объединения, будучи ближе к ближайшей вражеской модели. Модель, касающаяся вражеской модели, не может двигаться, но всё равно считается объединившейся. Точно так же боевая единица должна сохранять боевое построение при движении. Специальное оружие ближнего боя. 41-е тысячелетие — невероятно жестокое время, равно как и вооружение этой эпохи. У многих моделей есть таинственное и смертоносное оружие со своими специальными правилами. Клинки, покрытые нейротоксинами, демоническое оружие и так далее. У всех них есть собственные правила, приведённые в инфолисте боевой единицы. Теперь вы обучены основам фазы схватки. Хотите узнать, как потери повлияют на боевой дух ваших войск? Тогда давайте перейдём к фазе проверки боевого духа. Фаза проверки боевого духа. Даже храбрейшие могут дрогнуть перед лицом ужасов бесконечной войны. В фазе проверки боевого духа оба игрока проверяют, могут ли их воины продолжать сражаться, несмотря ни на что. Эта фаза делится на два шага. Прохождение тестов на боевой дух и проверку боевого построения. В фазе проверки боевого духа каждая боевая единица, потерявшая хотя бы одну модель в этом ходе, должна пройти тест на боевой дух. Оба игрока по очереди, начиная с того игрока, чей сейчас ход, выбирают в своей армии боевую единицу, понёсшую потери в этом ходе. Затем эта боевая единица проходит тест на боевой дух. Если у одного игрока не осталось боевых единиц, которые должны пройти этот тест, то его противник продолжает совершать тесты за оставшиеся боевые единицы по одной за раз. Чтобы совершить тест на боевой дух, бросьте D6 и прибавьте количество уничтоженных в этом ходе моделей боевой единицы. Если результат меньше или равен наивысшему показателю лидерства в боевой единице, то тест успешно пройден, и ничего не происходит. Немодифицированный результат броска, равный одному, всегда означает успех, вне зависимости от итогового результата. Если результат больше наивысшего показателя лидерства в боевой единице, то тест провален, и одна модель бежит из боевой единицы. Совершающий тест игрок может выбрать, какая модель сбежит. Она удаляется из игры и считается уничтоженной. Затем оставшиеся модели должны пройти тесты на боевое истощение. Чтобы совершить тест на боевое истощение, бросьте D6 за каждую оставшуюся модель боевой единицы. Если в боевой единице осталось меньше половины от изначального числа моделей, вычтите единицу из каждого результата. За каждый результат, равный одному, сбегает еще одна модель. Контролирующий их игрок может выбрать, какие модели он убирает. Например, эта боевая единица некронов-воинов потеряла шесть моделей из-за стрельбы, затем одну модель из-за теста на боевой дух, затем еще две модели из-за боевого истощения. В этой боевой единице остался только один некрон-воин. Проверки боевого построения. Вы помните, как в предыдущих видео мы говорили о важности сохранения боевого построения моделей боевой единицы? Но иногда эффекты психосил, стрельба, ближний бой и проверка боевого духа заставляют боевую единицу нарушить боевое построение. Тогда ее дела плохи. Мы подошли ко второму шагу фазы проверки боевого духа. После совершения всех тестов на боевой дух, каждый игрок проверяет, сохраняют ли их боевые единицы боевое построение. Любые отделенные от боевой единицы модели убираются по одной за раз до тех пор, пока в игре не остается только одна группа моделей боевой единицы. Убранные модели считаются уничтоженными. Представьте себе, насколько это может ослабить ваши силы. Так что всегда следите за тем, как вы распределяете атаки на ваши модели. Кроме того, когда вы сыграете больше игр в Warhammer 40 000, а ваша армия вырастет, вы можете столкнуться со специальными правилами, срабатывающими при уничтожении модели. Очень важно помнить, что эти правила не срабатывают из-за моделей, убираемых с поля боя в результате тестов на боевой дух, боевого истощения или проверок боевого построения. После прохождения всех этих шагов ход игрока оканчивается. Если его противник еще не ходил, то начинается его командная фаза. В противном случае этот раунд боя оканчивается и начинается следующий. Теперь вы знакомы с основами игры в Warhammer 40 000. Галактика вечной войны ждет вас. Вы уже обучены основам игры в Warhammer 40 000 и готовы начать собственное путешествие по миру темного мрачного будущего. Если у вас еще нет коллекции моделей для игры, то лучшим способом приобщиться к хобби будет набор Warhammer 40 000 Command Edition. Этот великолепный набор включает две отличные коллекции моделей «Ситаделл» — «Космодесантников» и «Некронов». Кроме того, в нем вы найдете книгу правил в Warhammer 40 000, содержащую все правила, которые вам нужны для игры. Также в наборе содержится командное руководство с шестью простыми игровыми миссиями, которые помогут вам изучить основы игры и справочными карточками с инфолистами всех ваших моделей. Более того, набор Warhammer 40 000 Command Edition содержит потрясающие элементы ландшафта и игровое поле битвы, с которыми ваши сражения станут еще более захватывающими, а также начальный комплект кубиков и линейок. Сейчас самое подходящее время для знакомства с Warhammer 40 000. На сайте warhammer40 000.com вы найдете не только всю необходимую информацию о наборе Warhammer 40 000 Command Edition, но и многое другое. Чтобы начать, перейдите по ссылке прямо сейчас.